Здравствуйте! Я благодарю вас, что нашли время и приехали в студию Тренд. Для нас очень важно получить вашу точку зрения, как юриста, на те события, которые сегодня происходят на армяно-азербайджанском фронте. В настоящее время, после многочисленных провокаций Армении, Азербайджан вынужден вести контрнаступательную операцию. Но в информационном, международном поле по-разному трактуется эта ситуация. Некоторые называют эти события как войной, которая сегодня ведется между Арменией и Азербайджаном. Есть другая трактовка, что это контрнаступательная операция со стороны Азербайджана. Но есть и другое понимание этого процесса, что Азербайджан сегодня ведет операцию по принуждению армянского агрессора к миру. Потому что на протяжении 30 лет формат политического регулирования не сработал, международные посредники не смогли привести армянскую сторону к необходимости политического регулирования конфликта. И за последние два года действующее правительство Армении в лице премьер-министра Пашиняна в том числе фактически обвалило переговорный процесс, выступило с новыми требованиями, новая война, новые территории, Нагорный Карабах это точка и так далее. То есть фактически полностью обрушило переговорный процесс. И после многочисленных провокаций, в том числе и юрское направление, вот сегодня мы имеем дело с кровопролитием и с очередными провокациями армянской стороны. Как вы, как юрист, характеризуете вот эти события, которые сейчас происходят в нашем регионе с подачей Армении? Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Дело в том, что здесь такой правовой хаос создали наши оппоненты Армения в этом вопросе, что можно говорить очень множество проблем провести, но найти какую-то нормальную, логическую последовательность со стороны Армении здесь по существу невозможно. Ну да, действительно, эта операция носит для нас отечественная. Это просто отечественная война. Если период Второй мировой войны, мы говорили, Великая Отечественная война по освобождению территории, это для нас отечественная война. Но на языке международных стандартов мы должны говорить, что это операция по принуждению к миру. И она носит чистый миротворческий характер. Вы, наверное, рассматривали, где-то у нас было 15 публикаций по этому возрасту с 2001 года. И везде мы исследовали международную практику в этом направлении. И кроме того, на этом я не хочу заканчивать. Господин президент, выступая по телевизору, по экрану, официально объявил, что это операция по принуждению к миру. Я хотела бы еще затронуть такие моменты, как недавнее выступление президента Франции Макрона, которое выступило с очень тенденциозными заявлениями, неподтвержденными заявлениями о нахождении террористов и так далее. Причем почему-то направляя этот месседж в адрес Азербайджана. Я уже не говорю о том, что президент Франции выступил не в соответствии с позицией страны, которая присутствует в Совете Безопасности ООН и страны, которая является сопредседателем Минской группы ОВСЕ. Президент Азербайджана заявил, что если вы выступаете с такими обвинениями, то вы должны представить соответствующие доказательства. Азербайджан представил доказательства о том, какие боевики воюют на стороне Армении. Армянская сторона, не президент Франции, никто не принес, не представил конкретных доказательств и не принес извинения. Также мы слышали недавно, что глава службы внешней разведки России господин Нарышкин тоже сделал определенное заявление, правда он не указывал адреса этого, говорил о том, что здесь находятся боевики. Скажите, дайте, пожалуйста, расклад в этой ситуации, потому что люди, многие просто не в теме, не понимают, что происходит в этом регионе и кто действительно здесь может находиться и в силу чьих интересов. Вопрос очень и очень серьезный. Это все направлено на то, для того, чтобы приостановить миротворческую операцию, которую Азербайджан проводит. И это один из тот методов и средств, которые, возможно, противная сторона будет использовать. В чем заключается проблема? Первое. И Франция, и Российская Федерация являются членами Совета Безопасности ООН, который может выносить решения подобного рода. Второе. Проблема заключается в том, что обвинение фактически поступило в отношении организаций, которые во всем мире признаны террористической. И списки и Франции, и США, и России, и других государств, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и тому подобное, везде эта организация числится как террористическая. Естественно, в соответствии с международными конвенциями и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, Совет Безопасности может принять любое решение для того, чтобы пресечь эту деятельность этой организации и его членов. Джибхат Арнустра это одна из ветвей международной террористической организации «Исламское государство». И вы обратите внимание, здесь почему мы должны четко и ясно расставить все точки на «ты». Первое. Дело в том, что пытаются привлечь к этому вопросу Турцию, которую Турция со своей территории якобы пропустила и умышленно их вела сюда. Ну, во-первых, логика здесь о чем говорит? Эта самая организация Чибхат Арнустра, она числится в списке террористических организаций правительства Турции. Как Турция может привлечь для борьбы, будем говорить, на своих интересах или в своих интересах, организацию, которая числится у нее в списке террористических? Первое. Второе. Насчет Азербайджана здесь тоже нет логики. Азербайджан борется с теми, кого сейчас нам пытаются приписать. Борются как? Они находятся в местах решения свободы. Они ненавидят Азербайджан. Азербайджанское правительство ведет с ними борьбу в соответствии с теми стандартами, которые есть. И третье. Какая операция проводится? Ведь сейчас даже Соединенных Штатов Америки, Российская Федерация, Великобритания, военные ведомства, благодаря, я бы сказал, действительно высокому профессионализму, который наш верховный главнокомандующий проводит, меняют военную стратегию, где вопрос идет об использовании точечного оружия. Меняют военную стратегию в том направлении, что старая концепция военных доктрин, она уже не срабатывает. Ну как этот бородач, который в руках имеет автомат Калашникова, или же пулемет, сидя на пикапе, который может стрелять, может, например, сегодня участвовать в миротворческой операции и решать какие-то вопросы, которые сегодня решает Азербайджан. Это просто не солидно. Но, я еще раз хочу отметить, мы не должны без реагирования оставлять этот вопрос. Министерство национальной безопасности должно в обязательном порядке обратиться представительство посольства Франции и затребовать конкретные разъяснения. Если террористическая организация находится на территории Азербайджана, правительство Франции должно представить фамилии, имя, отчество, конкретное количество лиц, их дисклокацию, задачи, цели, время прибытия. То есть, так, как требуется соответствие с международными стандартами, когда мы работаем с организациями подобного типа. Пусть они нам не ответят, но служба национальной безопасности в обязательном порядке должна обратиться. Кроме того, необходимо обратиться и в посольство США, которое находится в Тбилиси, так как с этой организацией наибольшую активность в борьбе с этой организацией проявляет Соединенные Штаты. Здесь имеется представитель Федерального бюро расследования. Там имеются соответствующие данные разведки по этой организации. И пусть Соединенные Штаты Америки дадут конкретную справку на выступление господина Макрона, насколько она реально соответствует действительности или нет. Вот вы с вами затронули Турцию. Дело в том, что армянская сторона, в том числе через подконтрольные СМИ во многих странах мира, в том числе и в России, пытается создать такую некую страшилку в образе Турции. Во-первых, у них цель столкнуть Россию, Турцию, Россию, Азербайджан и так далее. Но и президент Азербайджана, и я думаю, что и политическое руководство России прекрасно понимают, что Турция оказывает Азербайджану лишь дипломатическую и моральную поддержку. Турция не участвует в военных действиях. Но вот представьте, если ситуация будет развиваться далее в очень сложном контексте, Турция является членом Минской группы. Имеет ли право Турция, как региональная держава, принимать какое-то участие в дальнейшем регулировании этих процессов? Очень прекрасный вопрос. Обратите внимание, в течение 30 лет Минская группа ОБСЕ не смогла достичь какого-либо результата. Почему она не могла достичь? Я думаю, что лучше было бы, чтобы господин Макрон и другие члены, постоянные члены, и побольше члены Минской группы рассмотрели бы, почему до сих пор Минская группа не достигла результата. А я вам скажу. По этому поводу имеются соответствующие исследования, которые мы еще проводили совместно с немцами в Германии. Здесь дело в том, что немецкая группа для регулирования этого конфликта использовала негативные методы решения. Позитивные методы, которые она должна была использовать, она не использовала. Это раз. Второе. То, что в течение 30 лет она не достигла, Азербайджан сейчас, в соответствии с статьей 51, проводит миротворческую операцию, он имеет право пригласить для участия в операции по принуждению к миру не только членов Минской группы, но и совершенно иные государства. Потому что эта операция проводится на территории Азербайджанской республики. Делая вот такие, я бы сказал бы, заявления, делая такие, например, непосредственно факторы, организаторы этих, я бы сказал бы, акций преследуют свою цель. Азербайджан на самостоятельном уровне на таком действительно проводит эту контрнаступательную операцию. Так дело в том, что почему руководитель службы безопасности Армении был освобожден с занимаемой должности, несколько генералов привлечены к уголовной ответственности, потому что ту информацию, которую они представили премьер-министру Пашиняну, было направлено на то, что Азербайджан не готов на сегодняшний день вести. Но они знали, что в течение 30 лет, и в течение последних, в особенности 15 лет, Азербайджан что делал? День и ночь занимался подготовкой своей армии. И самое большое оружие, я бы хотел еще отметить, здесь не только высокоточное оружие, современное оружие, это наш патриартический дух. Армения не обладает этим оружием. Азербайджан обладает. Нет, Армения Пашинян не пользуется той поддержкой народной массы, которой пользуется президент Ильхам Алиев. Вот этот вопрос больше всего наших оппонентов, не только Армению, он беспокоит. Ведь каждое слово, которое президент говорит, он не просто говорит, он еще подтверждает своими действиями. И вот здесь-то проблема заключается в том, чтобы как-то вот эту систему раскачать, расшевелить, свести на нет. Но я думаю, что вряд ли это удастся, хотя попытки очень сильные. Я наблюдаю за выступлением господина президента, я представляю, какие давления на него происходят со стороны других государств. И как он это все выдерживает. Но, как говорится, я думаю, что сил хватит. Самое главное, есть политическая воля. Самое главное, народ един со своим лидером. И мы, что бы ни было, достигнем тех задач, которые ставят. Тем более, я вам скажу, никто не собирается никого не уничтожать, не убивать. Я еще вот, наверное, например, для у нас нету проблемы нации. Вот вся проблема в том, что я прошу, вот обратите внимание. Когда это все начало? Когда националистические элементы пришли к власти в Армении. Националистические, не националисты, они не представители нации, а националистические элементы. Это раз. Второе. В Азербайджане проживают 30 тысяч армян. Кто-нибудь их тронет? Это же не монореспублика, которая является Арменией. Это интернациональная республика, где все время исторически проживали представители всех других наций. Хотя здесь можно будет очень многое говорить, но наши граждане Армении, они должны знать одно. Война идет, вернее, операция проводится не против армян. Операция проводится в отношении националистов, которые, где сам народ Армении, наверное, устал от них. Устал от их обещаний, устал от их разборок, устал от их, понимаете, вот этих вседозволенностей, неточностей, неясностей. Насколько можно уже, например, и сами не живут. И весь Кавказ, вы понимаете, дайте навести порядок. И здесь не только мы сами приведем порядок для себя, но и больше всего, я вам скажу, выиграет как азербайджанский, так и армянский народ. Безусловно. К сожалению, пока я думаю, что нет понимания этого вопроса в армянском обществе, но я думаю, что они к этому придут. Дело в том, что действительно и руководство Азербайджана обращается, что наша цель это освобождение оккупированных территорий. Мы имеем дело только с военными. По мирному населению, с мирным населением никаких целей не связано. Армяне как жили, так и будут жить на этой земле вместе с азербайджанцами. После того, как азербайджанцы туда тоже должны вернуться. Безусловно. Я хотела бы последний вопрос зафиксировать на том, что после завершения переговоров в Москве вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по Гянджи. Нанесли удары по Гянджи. Были разрушены жилые дома. Погибли около 10 человек мирного населения, в том числе дети. Очень много раненых. Повреждена инфраструктура и так далее. То есть, эти действия Армении расцениваются как террористические действия. Армения выступает как государство-террорист. Скажите, пожалуйста, как должен действовать сейчас Азербайджан на международном уровне, привлекая вниманием к международному сообществу? И как должно международное сообщество реагировать на подобные действия со стороны Армении? И ждет ли, как вы думаете, Пашиняна и его компанию трибунал? Вот по той информации, которую я располагаю, и в средствах массовой информации передали, вице-президент Азербайджана, госпожа Мехриман Алиева, дала указание. Азербайджан, помощник президента Ихмед Малем и дипломаты, представляющие западные государства и другие государства, они отбыли в Гянджуте для того, чтобы самим удостовериться, что произошло, и должны приинформировать свое правительство. Я думаю, что вот это очень уже правильное направление, которое сегодня Азербайджан выбрал. Первое. Второе. Прокуратура, как вам известно, возбудила уголовное дело и проводит расследование. Но здесь что интересно? Факт бесспорно террористический. Лица, которые причастны к этому совершению, к этому акту, в отношении них Азербайджан должен немедленно объявить международный розыск. Розыск объявляется по линии Интерпола. Но здесь тоже мы должны внимательно подойти к этой проблематике. В чем заключается? В соответствии с статьей 3 Устава Интерпола и в соответствии с статьей 3 Международной конференции об экстрадиции любое лицо, которое совершило преступление, воинское преступление по политическим мотивам, государство, где его обнаружат, либо Интерпол, который дает красное извещение, может либо дать это извещение, либо нет. Поэтому здесь мы должны быть принципиально в этом направлении. И я с удовольствием занимался этим вопросом. Я, наверное, и обращусь к господому генеральному прокурору по этому вопросу. Мы дадим свои советы, что надо сделать для того, чтобы все лица, которые причастны, Интерпол выдал красное извещение. А санкции в адрес Армении могут быть применены? Вся проблема в том, что на сегодняшний день бесспорно действия Армении квалифицируются как агрессивные. Но, вы обратите внимание, закрывают глаза на требования международного плава. И Россия, и Франция, и Соединенные Штаты, и в 93-м году они приняли резолюцию. Мы, я вам скажу, должны как рассматривать сегодняшнюю операцию, как продолжение исполнения решения Совета Безопасности. То есть, эти принципы, это мадридские принципы, казанские принципы, это все составляет, входит в элемент разрешения Совета Безопасности. У нас, генеральная линия, решение Совета Безопасности есть, есть. Мы приступили к его реализации. Причина 30 лет нет ее реализации. В соответствии с статьей 33 устава Организации Объединенных Наций, азербайджанское правительство стремилось путем переговоров решить мирным способом. Но, так как противная сторона не воспринимает эти требования, поэтому приступили к статье 51 операции по принуждению к миру. И еще раз хочу обратить внимание, операции подобного рода, так, могут выполняться любыми стрессами. Но Азербайджан затратил очень огромные финансовые средства для того, чтобы они носили точечный характер. То есть, здесь вот, когда вы говорите контртеррористическая операция, операция по принуждению к миру, она носит точечный характер, она очень дорогая. У Армении нет этих средств. Поэтому она все время что делает? Они шквальным огнем поливают мирное население, стреляют, уничтожают. Но вы обратите внимание, мы никого, ни одно мирное население на сегодняшний день Азербайджан не затронул. И не будет затратить. Это так, просто Армения угут в информационном пространстве. Так, угут, так давайте, например, на сегодня... Мы будем разоплачивать их. Вот я вам скажу, очень серьезно, активно, очень активно работает ваша редакция. Я хотел бы, например, обратить. И вы лично, я уже знаю, сколько лет, 15 лет вы, например, так, непосредственно мы знакомы с вами. Вы в этом направлении очень большую работу проводите. В том же направлении надо и действовать. Но самое главное, побольше языковых, новых языковых выступлений. Это русский, это английский, это французский язык, так. У нас есть соответствующая команда, которая тоже занимается в этом направлении. Есть просто добровольцы, есть студенты. Но тема настолько огромная, настолько большая, что, я думаю, что, например, разом охватить невозможно. Я думаю, что Азербайджан вот сейчас с принуждением агрессора к миру, в том числе, спасает и имидж международных организаций, и спасает международное право от девальвации. Если четыре резолюции Совета Безопасности ООН не были найдены механизмы для их исполнения, если сегодня Армения бомбит города и мирное население, и нарушение Женевских конвенций, то сейчас Азербайджан имеет полное право действовать в соответствии с международным правом по принуждению агрессора к миру. Насколько точно вы высказались, Глюхам? Насколько точно? Даже, например, Сергей Лавров, выступая на последнем заседании ООН, сказал, да, сегодня эта организация недостаточно дееспособна, но что делать лучше нее, пока не придумали. Придумали. И вот сегодня действия руководства Азербайджана показывают, что если решение принято, резолюция есть, как можно это все исполнять? А то, что пытаются больной головы, извините меня, на здоровую перекинуть, и каждую минуту склоняют Турцию так, я думаю, что это просто несерьезно. Это не надо, понимаете, здесь переводить этот фактор на мусульманский, на исламский. Не надо религиозные дела здесь проводить. Спасибо огромное, Киамиль Мялим. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Вам тоже спасибо. Спасибо. Спасибо.